Здравствуйте! Вашему вниманию предлагается курс лекций по теме «История экономических учений и зарождение политической экономии». Сегодня вашему вниманию предлагается первая лекция, тема которой звучит следующим образом. «Экономическая мысль древневосточных обществ и античного мира». Какие вопросы мы сегодня рассмотрим? Сегодня наш рассказ посвящен экономическим воззрениям мыслителей ранних рабовладельческих государств. Итак, определенные зачатки систематизации экономической мысли и ее последующее преобразование в те или иные формы экономической политики и хозяйственной практики мы можем наблюдать уже в Древнем мире вместе с появлением первых государственных образований. К восточным или ранним рабовладельческим государствам относятся Древний Египет, Древняя Вавилония, Древняя Индия, Древний Китай и другие. Как правило, эти государства располагались в долинах рек Нила, Тигра, Ефрата, Инда, Ханхэ и других. И в этих странах существовал мягкий, теплый климат, плодородные почвы. Естественно, это способствовало достижению относительно высокой производительности труда в земледелии. Здесь существовал очень богатый животный мир, который значительно ускорял развитие охоты и скотоводства. Ну, благодаря этим обстоятельствам уже в пятом-четвертом тысячелетиях до новой эры появился прибавочный продукт и частная собственность. Это было основой развития производительных сил в этих странах. Ну, естественно, изначально можно выделить две основные формы рабовладения. Первая из них – это восточное рабство, которому было присуще масштабное участие государства в хозяйственной жизни и осуществлявшего ряд значительных функций, таких как контроль за ирригационной системой, регламентация ростовщичества и долгового рабства, торговых сделок. Естественно, это способствовало развитию азиатского уклада хозяйствования. То есть то, что мы сейчас называем азиатским укладом хозяйствования. Далее, второй формой, относительно отчетливо проявившейся в те времена, была форма классического или античного рабства. Какие же основные черты этого вида рабства проявлялись тогда? Ну, во-первых, это приоритет частной собственности на средства производства и непосредственных производителей материальных благ рабов. Впоследствии это способствовало формированию западноевропейского хозяйственного уклада. Далее, вот если проследить развитие экономической мысли в те времена, то здесь можно увидеть, что общей чертой экономической мысли древнего мира является, во-первых, попытка сохранения приоритета натурального хозяйства, и, во-вторых, осуждение с позицией морали крупных торгово-ростовщических операций, которые развивали неэквивалентный обмен. Далее, вот эти и другие идеи нашли свое отражение, во-первых, в хозяйственном законодательстве ранних государств, во-вторых, в специальных трактатах древних мыслителей, и, третье, в экономических требованиях тех или иных классов и социальных групп. Ну, в целом, те источники, которые дошли до наших дней, они излагают следующие экономические проблемы, то есть в них явственно прослеживаются вот эти самые проблемы. Что же это за проблемы? Итак, во-первых, это взаимоотношения между хозяйственными укладами, родовой общины и рабовладельческим хозяйством. Второе, это соотношение натурального и товарного хозяйства. Третье, это экономическое оправдание утверждающегося рабовладельческого способа производства. Вот эта мысль звучит вообще во всех источниках, которые дошли до наших дней с тех времен. Четвертое, это проблема долгового рабства. Следующее, это экономическое вмешательство государства в натуральное хозяйство и, главное, везде оговорены границы этого вмешательства. И следующий вопрос, который рассматривается практически во всех источниках и рассматривается причем как проблема, это вопросы развития внутренней и внешней торговли. То есть уже тогда этот вопрос звучал достаточно остро. Но здесь необходимо учитывать и тот факт, что трактаты мыслителей древнего мира должны рассматриваться исследователями мировой экономической мысли прежде всего как источник сведений о хозяйственном быте древних народов. И лишь затем можно говорить о них как о памятниках экономической мысли, которая предполагает некоторое обобщение хозяйственной практики прошлого, ну и, естественно, абстракцию ее теоретического переосмысления. Теперь мы остановимся на экономической мысли ранних рабовладельческих восточных государств. Мы начнем с вами с рассмотрения мысли древнего Египта. Значит, экономическая мысль древнего Египта зафиксирована в ряде документов. Что это за документы? Ну, самыми ранними документами принято считать. Во-первых, по учению гераклеопольского царя своему сыну. Этот документ датирован 22 веком до новой эры. То есть, документ достаточно древний. Естественно, он представляет определенную историческую ценность. Далее. Это изречение Ипусера, который датируется 18 веком до новой эры. И, наконец, это описание храмового хозяйства. Это уже третье тысячелетие до новой эры. Естественно, эти документы больше представляют исторический интерес, то есть, привлекают больше историков, нежели экономистов. Тем не менее, в этих документах прослеживаются достаточно интересные мысли, касающиеся экономической политики. Итак, какие же вопросы социально-экономического характера рассматривались в этих документах? Ну, во-первых, это экономические отношения рабов и рабовладельцев. Не забывайте, речь идет о ранних рабовладельческих государствах. Далее. Очень важный вопрос, который рассматривается в документах, это вопрос о государственной собственности на землю. И, наконец, третий вопрос, это вопросы рационального управления хозяйственной деятельностью. И далее. Мысль о естественном и правомерном характере неравенства в обществе. Как говорили древние египтяне, даже деревья не равны между собой. Как же могут быть равны люди? Однако здесь существовала и критическая оценка роста масштабов долгового рабства и ростовщичества, из-за чего богатыми могут стать даже простолюдины. Следующие очень интересные источники, которые изучаются нашими экономистами и историками, это источники древней Вавилонии. Ну, во-первых, что это из-за источники? В Вавилонии наиболее известен кодекс законов царя Хамурапи. Далее. Отчетность о движимом и недвижимом имуществе, о церковном имуществе, причем обе вот эти последние источника относятся к четвертому тысячелетию до новой эры. Какие экономические вопросы, важные экономические вопросы, отражены в этих документах? Ну, во-первых, это охрана и жесткая охрана собственности господствующего класса. То есть вот эта мысль, которая очень четко прослеживается во всех документах. Ну, по законам царя Хамурапи за покушение на частную собственность предполагалось обращение в рабство или даже смерть. Однако предусматривалось и снижение тяжести долговой кабалы. Граждане не лишались земельных наделов в случае невозможности своевременной уплаты долга. Далее, в случае выдачи в долговое рабство жены, сына, дочери, через три года предусматривался их возврат с аннулированием долга. Вообще, это очень интересная часть вот этих документов. Практически в каждом из них рассматривается вопрос об охране частной собственности. Второй вопрос, который рассматривался в этих документах, это анализ, причем достаточно детальный анализ, ценообразования и товарно-денежных отношений. Вообще, в то время масштабы расставщичества упорядочивались таким образом, что предел нормы процента по денежной суде не должен был превышать 20%, а по натуральной суде не более 33% от первоначального количества. Далее, еще один очень интересный момент. Этот вопрос касается регламентации наемного труда и размера денежного вознаграждения за работу. Вот эти вопросы были вызваны угрозой падения государственных устоев и суверенитета, так как быстрое развитие товарно-денежных отношений сопровождалось резким сокращением поступлений налогов в казну, естественно, соответствующим ослаблением властных структур, особенно армии. Поэтому вот эти вопросы и ставились во главу угла в Древней Вавилонии. Следующие очень важные источники, которые изучаются экономистами и историками, это источники Древней Индии. Итак, экономическую мысль Древней Индии достойно представляют следующие документы. Во-первых, это веды. Это сборник древнейших молитв и гимнов с восхвалением власть придержащих и обоснованием некоторых социально-экономических вопросов. Во-вторых, это политико-экономические трактаты, состоящие из 15 книг, причем авторство этих трактатов приписывается некому Каутилиен и датируется концом IV и началом III века до Новой эры. И, наконец, это законы МАНО, которые относятся к I веку до Новой эры. Какие же мысли прослеживаются в этих документах? Итак, первая мысль – это необходимость общественного разделения труда и обмена. Вторая мысль – это признание рабства естественным и необходимым условием для достижения общественной пользы и накопления богатства. Третья мысль – это деление населения государства на четыре касты. Что это за касты? Первая каста – это брахманы, то есть это высшая каста, представители которой должны учить других и повелевать ими, а также принимать дары. Вторая каста – это кшатрии. Представители этой касты должны заниматься охраной страны, то есть это каста воинов. Наконец, третья каста – это вайшья, то есть эти люди должны учиться ремеслу, а также заниматься скотоводством, земледелием и торговлей. И, наконец, четвёртая каста – это шудры, то есть рабы, которые должны делать только то, что им приказывают. Далее, следующая мысль, которая очень чётко прослеживается в древнеиндийских источниках, это мысль о совершенствовании налоговой системы. Причём здесь высказываются достаточно интересные мысли. Во-первых, предусматривался сельскохозяйственный налог, который состоял из одной шестой части собранного урожая, далее религиозный налог, который изымался в пользу церкви, налоги по случаю торжеств царской семье. Кстати, здесь оговаривалось, что имелись также и налоговые льготы для поощрения людей, бравшихся за возделывание целины, за восстановление или строительство растительных систем. Вот эти виды деятельности поощрялись настолько, что даже снижалось налоговое время. Далее, следующая мысль, которая также очень важна для понимания того, что тогда происходило. Это установление строгого государственного контроля за мерами и весами в целях обеспечения честной торговли. Далее, формирование справедливых цен на товары. Здесь предполагалось, что доля прибыли торговца в цене товара должна составлять 5% от цены на местные товары и около 10% от цены на иностранные товары. В случае значительного расхождения вот эту разницу изымали в пользу государственной казны. В случае... Вот этот пример вообще свидетельствует о том, что древние индусы имели определенное представление о себестоимости товаров. Безусловно, это очень важный аспект для понимания хозяйственной деятельности, которая разворачивалась в те времена. Естественно, такие сведения имеют огромную историческую ценность. Теперь поговорим о древнем Китае. Тоже весьма и весьма интересная страна со своими обучаями и, естественно, со специфическими воззрениями на хозяйственную и экономическую деятельность. Итак, естественно, в древнем Китае основным документом, который характеризовал хозяйственный уклад китайского государства, это коллективно-экономический трактат. Но центральной фигурой древнекитайской социально-экономической и философской мысли является Конфуцией, который дал имя экономическо-философскому учению к конфуцианству. Свои мысли он излагал в форме бесед, которые были записаны и собраны ему и его учениками, в сборник «Лунью», который переводится в древнекитайского примерно как «Беседы и суждения». Каковы же были основные экономические воззрения Конфуция, относящиеся и записанные в этом источнике? Во-первых, это концепция современного человека. Что здесь предполагалось? Совершенный человек должен был соответствовать такому названию, и, естественно, он должен был обладать высшей мерой ответственности, быть гуманистом во всех отношениях и, естественно, руководствоваться высшими моральными принципами. Он может стремиться к богатству и знатности, но достигать этого он должен был честным трудом посредством личного какого-то вклада и личного труда. Далее. Много внимания было уделено также аспектам государственного управления. Итак, государственное управление может стать совершенным благодаря идеальному правителю. Под ним Конфуций понимал высокоморального человека с высокой степенью ответственности и образованности. Также Конфуций уделял очень большое внимание регламентации цен. Что он под этим понимал? Ну, на необходимость регламентирования цен он обращал самое пристальное внимание. То есть, причем там устанавливались даже некие границы, которые не должны были соотноситься с себестоимостью товара. Следующий вопрос, который рассматривал Конфуций, достаточно интересный, это оправдание частного владения потомственной аристократии, рабовладельцев и коллективной собственности крестьянской общины. Причем, вот это очень важный вопрос, и Конфуций здесь говорил, что труд приумножает благосостояние как правителя, так и народа. Естественно, поэтому оправдано существование и частного владения потомственной аристократии, и непотомственных рабовладельцев, и коллективной собственности крестьян. Естественно, это были достаточно интересные вопросы, которые находят исследователи и до сих пор интересуются вот этими вопросами. Далее. Очень интересные вопросы были рассмотрены представителями экономической мысли Древней Греции и Древнего Рима. Древнегреческое общество находилось в стадии зарождения рабовладельческого строя и получило замечательное, прежде всего, художественное, но не только художественное, но и научное отображение, которое дошло до нас в поэмах камера. Так в Одиссеи содержится, возможно, самое первое утверждение о нецелесообразности и низкой производительности рабского труда. Гомер писал, «Раб, не родив, не принуть господин по велениям строгим к делу его. За работу он сам не возьмется с охотой. Тягостный жребий печального рабства избрав человеку, лучшую доблесть и в нем половину зевес истребляет». Своих же вершин экономической мысли эллинского мира достигла период расцвета античного рабства, и приходится это примерно период на V-IV века до Новой эры. И причем это нашло отражение в трудах замечательных древнегреческих мыслителей, самыми известными из которых по праву считаются Ксенофонт, Платон и Аристотель. Вот если изучить источники, которые до сих пор дошли до наших дней, то здесь можно четко проследить, что основной мыслью, основной идеей древнегреческих ученых явилось обоснование естественного характера рабовладельческого государственного устройства и вторая мысль о том, что необходимо утверждать и совершенствовать натуральное хозяйство. Каким же образом об этом говорилось в древнегреческих источниках? Ну, первый мыслитель, о котором мы сегодня поговорим, достаточно значимый, известный мыслитель, это Ксенофонт. Он был автором социально-экономических трактатов «Домострой» о доходах. В этих источниках он сформулировал следующие экономические идеи. Ну, во-первых, он одним из первых заговорил об общественном разделении труда. Он утверждал высказываемую очень многими мысль о необходимости деления труда на умственный и физический в зависимости от общественного положения, то есть между свободными гражданами и рабами. Далее, он обосновал большую значимость земледелия для развития государства по сравнению с торговлей и ремеслом. Тем самым, он переносил анализ хозяйственных процессов из сферы обращения в сферу производства. Далее, Ксенофонт высказывал идеи о том, что наиболее простая работа может выполняться более производительно, а степень разделения труда обусловлена размерами рынка. Мысль достаточно здравая. Далее, Ксенофонт отдавал предпочтение натуральному хозяйству, потому что именно оно в большей степени является справедливым и, по его мнению, обеспечивает человеку достаточно достойные условия существования. Далее, Ксенофонт выделял две стороны любого товара, которые выражаются в его полезных свойствах и способности товара к обмену. Он, будучи противником ростовщичества, тем не менее, признавал необходимость и полезность денег. Выделял две наиболее присущие им в обиходе функции. Во-первых, как средство обращения и как средство накопления. Ксенофонт одобрял штрафы за накопление золота и серебра и выступал за введение железных денег, накопление которых становится нецелесообразным. Следующий мыслитель, который достаточно большой вклад внес в развитие экономической мысли Древней Греции, этот мыслитель Платон. Он родился примерно в 428-347 годах до Новой Эры и на первый взгляд суждения Платона во многом сходны ксенофонтам. Отличие их наблюдается в значительно большей направленности его работ на упрочение экономической политики, обосновывающей необходимость ведения натурального хозяйства. То есть вот здесь вот это рассмотрение более детальное и более продуманное на мой взгляд. Основными трудами Платона являются два проекта, которые описывали идеальный тип государственного устройства. Первый источник называется «Государство» и второй «Законы», то есть названия, которые в принципе говорят сами за себя. Какие же мысли прослеживаются в этих источниках? Ну, во-первых, Платон считал, что неравенство между людьми заложено природой, так как именно природой вырабатываются способности людей к их участию в хозяйственной деятельности. Платон оказался во многом прав. До 1917 года не было значительных попыток ликвидации социального неравенства, однако современная история вновь утверждает вот этот принцип, который с древних времен считался важнейшим источником саморазвития общества. Вторая очень важная мысль Платона это мысль о том, что обязательно в обществе необходимо разделение труда. По мнению Платона в обществе существует огромное количество разных потребностей, удовлетворение которых требует многих видов товара. Далее Платон связывал возникновение государства с необходимостью удовлетворения повседневных нужд и интересов людей, в частности с необходимостью обмена. Писал он также о том, что государство возникает из нужд человека, поскольку никто не сможет сам удовлетворить всех своих нужд. Следующая мысль это учение о городском хозяйстве, которое также, как и государственное устройство, по мнению Платона, должно основываться на мудрости руководителей и граждан, мужестве при защите своих и государственных интересов и, кроме того, сдерживающей мере как основе подчинения городским или государственным, как говорил Платон, законам. Платон считал основой экономики земледелия. Он обосновывал идею о том, что также горожан также следует наделять земельными наделами, причем имущество горожан не должно быть при этом чрезмерным. Так, если стоимость имущества в четыре раза превышает стоимость на дело, то излишек должен изыматься и передаваться в государственную казну. Собственность государства. Следующее. Платон достаточно положительно относился к торговле, но считал это занятие недостойным свободного афинянина. По Платону торговлей должен заниматься лишнейший класс людей. Платон первый поставил вопрос о соизмеримости товара и пределах, в которых может устанавливаться цена, высказывая тем самым идею о необходимости государственного регулирования цен. Платон первый сформулировал ряд положений о сущности денег, причем он подчеркивал безусловное наличие двух функций. Первое. Меры ценностей товаров и второе. Средства обращения. Причем здесь Платон крайне отрицательно относился к деньгам как средству образования сокровищ. Мало того, он называл грязными тех людей, которые наживают прибыль, чтобы обращать ее в сокровище. Он предлагал еще в те времена введение бумажных денег, которые в значительной мере исключат торговлю с другими странами. Далее. Он отстаивал необходимость сохранения существующего строя и натурального хозяйства, так как общество, по мнению Платона, основанное на натуральном хозяйстве, в меньшей мере подвержено расслоению и, по его мнению, более справедливо. Далее, Платон высказывал мысль о том, что необходимо сохранить существующий строй и натуральное хозяйство, так как общество в связи с наличием у Платона подобных идей, вот ряд западных ученых считают его основоположником коммунистических идей, потому что он первый высказал идею единства общества на основе полного единомыслия его членов и воспитания граждан в духе подчинения личных интересов общественным. Следующий мыслитель, идеи которого целесообразно рассмотреть в ключе данной лекции, это, безусловно, Аристотель. Годы жизни Аристотеля 384-322 до новой эры. Ну, наиболее Аристотель признается наиболее всеобъемлющим энциклопедическим умом древности. Он написал около тысячи сочинений, наиболее часто анализируемым среди которых является Никомахова этика. Она была названа так потомками по имени сына Аристотеля Никомаха, в форме бесед с которым и написано данная работа. И следующая работа это политика, трактат о государственном устройстве. Именно Аристотелю приписывают введение в научный оборот понятие экономика. У ученого также есть одноименная работа, которая посвящена проблемам исследования хозяйственной жизни с предложениями по ее рациональному осуществлению. Хотя отдавать Аристотелю первенство в обозначении экономической науки в общем-то не в полной мере обоснованно, поскольку гораздо ранее одноименная работа уже была у ксенофонта. Тем не менее, по мнению ряда ученых, которые исследовали экономическую мысль прошлого, именно с Аристотеля начинается история экономической мысли, так как он впервые начинает анализировать непосредственно экономические процессы. Социально-экономические воззрения Аристотеля нашли свое отражение в том, что он впервые разработал учение о богатстве. По Аристотелю богатство это с одной стороны совокупность жизненных, то есть материальных благ, с другой стороны это деньги. Науку о создании первого вида богатства он называет экономикой. Науку о приобретении денежного богатства посредством торговли и ростовщичества хрематистика от слова хрема имущество и владение. Аристотель полагал, что богатство первого вида имеет предел, богатство второго вида предела не имеет, что говорит о наметившихся в взглядах о проблеме инфляции. Далее, Аристотель высказывал очень интересную мысль о торговле. По сути дела, он отрицательно относился к торговле, однако, поскольку в Афинах в то время процветало товарное производство, это служило бурному развитию как внутренней, так и внешней торговли. И, естественно, Аристотель не мог остаться в стороне от этих вопросов. В центре его внимания прежде всего была проблема справедливого обмена. Ученый выдвинул идею о равенстве и соизмеримости обмениваемых товаров. Основывая данное положение, Аристотель писал, что обмена не может быть без равенства, а равенство без соизмерности. Начало соизмеримости товаров он видел в деньгах. Именно деньги по утверждению мыслителя являются мерилом соразмерности и ценности товаров. Аристотель также исследовал стоимость и полезность товаров, то есть в совокупности ценности благ. До недавнего времени вообще считалось, что понятие ценности Аристотель трактовал весьма широко, то есть практически безгранично. Экономисты и исследователи советского периода отрицательно относились к пониманию ценности древнегреческим ученым, так как настоящий диалектик считал, что на окончательно правильного абсолютно истинного определения ценности дать нельзя. Аристотель считал, что нельзя каким-нибудь образом ограничить количество факторов, которые влияют на величину ценности какого-либо блага, так как со стороны предложения товаров, то есть со стороны их производства. Существует бесчисленное количество факторов, которые и влияют на ценность. То же самое наблюдается и со стороны спроса, то есть потребления. В марксистской теории, как известно, только способность к труду или рабочая сила является первой и последней инстанцией блага. Вот тогда рассматривались вот эти вопросы только в таком аспекте. Далее Аристотель, в отличие от Платона, выступал в защиту частной собственности и, мало того, он оправдывал существующий рабовладельческий строй. Он считал сформировавшийся в обществе порядок естественным и целесообразным для дальнейшего успешного социально-экономического развития афинского государства. Сам Аристотель был против большого богатства. Он вообще утверждал, что средний достаток всех благ лучше всего. Теперь рассмотрим в оставшееся время основных мыслителей и воззрения мыслителей древнего Рима. Вообще путем длительных завоеваний в третьем и вторых веках до новой эры Рим превратился в огромное достаточно громоздкое по территории государства Великую Римскую империю, которые к тому периоду четко обозначились несколько сословий. Во-первых, это землевладельцы, которые эксплуатировали рабов, во-вторых, это крестьяне, в-четвертых, ремесленники и всадники. Но основными классами по-прежнему оставались рабовладельцы и рабы, которые олицетворяли собой классическое рабство. Вот мыслители древнего Рима, которые оставили заметный след в развитии экономических идей, это, во-первых, Катон, старший, годы жизни которого, вы видите сейчас на слайде, это 234-й, 149-й годы до новой эры. Во-вторых, это Ворон, годы жизни которого со 116-го по 27-й годы до новой эры, и это Колумела, точные годы жизни которого, к сожалению, неизвестны. Все они были крупными рабовладельцами, земледельцами, предпринимателями, и все их труды в известной мере касались развития сельскохозяйственного производства. Так, если мы рассмотрим работу Катона, то она касалась земледелия, и трактат его так и назывался «О земледелии». В этой работе он рассматривал вопросы практического управления для хозяина, который владел поместьем средних размеров. При этом Катон выступал с одной стороны за выступление, за сохранение натурального хозяйства, а с другой стороны он рекомендовал продавать все лишнее. Во-вторых, Катон выдвигает рекомендации по научной организации подневольного труда. В-третьих, он затронул проблему эффективности повышения эффективности ведения домашнего хозяйства, причем связал ее с организацией производства и обмена. Как полагают, Катон первый оформил в зачаточном виде некоторые идеи менеджмента и маркетинга. Далее, по мнению Катона, стремление к высокой эффективности ведения хозяйства должно опираться на рациональное использование всех факторов производства, к которым он относил труд, землю и средства ее обработки. Теперь рассмотрим второго мыслителя Древнего Рима, которым являлся Ворон. Ворон был выходцем из сословия всадников. До нас дошли три книги его сочинения, которые представляют определенный интерес. Во-первых, эти книги объединены общим названием о сельском хозяйстве. Самое интересное, что Ворон никогда не занимался сельскохозяйственным трудом, а писал о сельскохозяйственном производстве на основе имевшихся тогда книжных источников. Основные экономические взгляды касались анализа развития земледелия, животноводства, приусадебного хозяйства. Далее, Ворон определял место в роли проблемы эффективности производства. Причем, самое интересное, что он уже тогда делал акцент на эффективности производства, которое находится в зависимости от рыночной ситуации, то есть спрос и предложение. Вот эти вопросы в зачаточном виде рассматривал Ворон. Далее, он обосновал необходимость более широкого использования товарно-денежных отношений. То есть вот эта мысль практически звучит у всех исследователей. И следующий мыслитель Древнего Рима, которому это Колумела, он полагал, он вообще написал не менее дюжинные книг, которые касаются развития хозяйственной практики, но вопросы, которые он рассматривал, в основном касались трудовых ресурсов, которым он уделял очень большое внимание. Он полагал, что нужно увеличивать роль человеческого фактора, полагал, что необходимо реорганизовать рабский труд, завести специалиста для более четкой координации и интеграции труда работников. Далее, Колумела первый высказал мысль о необходимости перехода от экстенсивного к интенсивному типу ведения сельскохозяйственного производства, для чего он предлагал систему искусственного удобрения почвы, далее выступал за проведение агротехнических опытов и предлагал не скупиться на проведение сельскохозяйственных экспериментов, которые иногда, по его мнению, давали неплохие результаты. И последняя мысль, которую высказал Колумела, это предлагал сдавать свободные земли в аренду, при этом продавать не саму землю, а право пользования, так как земля является национальным достоянием. Мысли эти достаточно интересные и до сих пор изучаются историками и экономистами современными. Причем мыслим некоторые звучат достаточно интересно и современно и для настоящего времени. Ну, вот это все вопросы, которые мы с вами должны были рассмотреть. А теперь для осмысления материала лекции попытайтесь, пожалуйста, ответить на следующие вопросы. Первое. Каково экономическое содержание документов и других источников хозяйственной деятельности древнего Египта, древней Вавилонии? Вопрос второй. Особенности экономической мысли древней Индии и концептуальное воззрение конфуцианства? И следующий вопрос. Экономические взгляды в трудах древнегреческих мыслителей Ксенофонта, Платона и Аристотеля? И наконец, вопрос последний, четвертый. Развитие идей экономики сельского хозяйства в трудах мыслителей древнего Рима? Катона Старшего, Ворона и Клумелы. Какие основные идеи прослеживаются в трудах этих авторов? На этом моя лекция завершена. Спасибо за внимание. КОНГЛОМ Продолжение следует...